К сожалению, УВД Борисовского райисполкома констатирует, походы за грибами и ягодами иногда заканчиваются печальными и даже летальными исходами. На это есть две причины. Либо человек заблудился в лесу, либо, если он пожилой, не оценил трезво свои силы и состояние здоровья. Только в текущем году в Борисовское РУВД поступило больше 10 сообщений о пропаже людей в лесных массивах. И хотя в поисках участвует большое количество, сотрудников милиции, МЧС, военнослужащих не всегда удается отыскать заблудившихся. Поэтому рекомендуется не ходить в лес поодиночке. Вдвоем или втроем легче сориентироваться на местности и не поддаться панике. Мобильный телефон в лес необходимо брать заряженным. Баланс лучше перед походом пополнить. А если человек заблудился, ему нужно сообщить по телефону в милицию, при этом остальные звонки свести к минимуму. Но телефон не выключать. Просто были обидные случаи, когда пропавшие в лесу люди на протяжении нескольких часов находились на связи со своими близкими по телефону. Потом связь прекращалась, и только после этого родственники обращались в милицию. Поиски, к сожалению, не всегда заканчивались благополучно. Судьба некоторых до сих пор неизвестна. И это у нас, на территории Борисовского района. Милиция призывает не оставаться равнодушными к беде родственников пропавших. При обнаружении в лесу человеческих останков или предметов, которые говорят о возможном нахождении здесь исчезнувших, незамедлительно звоните по телефону 102. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok